Здравствуйте, друзья! В эфире канал New Rush World и с вами я, Юрий Гемельхов. Но, как и следовало ожидать, события в Казахстане развиваются более чем стремительно. И не далее, как вчера, поступили интересные сообщения. Ну, началось с того, что вначале президент Такаев, он объявил о смещении с поста Нурсултана Назарбаева. Но тут же, буквально, почти сразу же, некоторые телеграм-каналы, они объявили о том, что Касым Жамарт Такаев вместе с семьей эвакуирован в Россию. Ну, хотя, откровенно говоря, это тут же, буквально, опроверг МК и сообщил о том, что это только слухи у Москвы. Нет данных об эвакуации Такаева в Россию. И добавил, что якобы нет такой необходимости. Но, дело в том, что буквально тут же, ночью, сайт Deutsche Welle, который отслеживает в реальном времени происходящее, сообщил, что это было сообщение в 3 часа 5 минут по московскому времени, что секретариат ОДКБ раскрыл детали запроса казахских властей о помощи, что официальный Нурсултан расценивает происходящее в республике как вторжение бандформирований, которые подготовлены из-за рубежа. И, соответственно, ОДКБ направит свои миротворческие, в кавычках, силы в страну. Доигрались, в общем. Короче говоря, иными словами, буквально за один день происходит следующее. Понимаете, что происходит? Я вчера говорил о том, что Москва, ну, крайне маловероятно по своей инициативе повторит такой же фокус, который был повторен с Крымом, о вторжении войск без каких бы то ни было оснований на территорию соседнего государства. Но даже помыслить не мог, что такая президент страны, он пригласит, давайте называть вечи своими именами, иностранных наемников, иностранные войска для борьбы с собственным народом. Я могу ошибаться, друзья, но, по-моему, это измена родине. Понимаете, ведь тут-то, ладно, эвакуирован он, не эвакуирован, изменил он родине или не изменил, пусть с этим разбираются казаки. Казахстан – это независимое государство, которое в состоянии само разобраться со своими предателями. Это их дело. Но проблема-то куда хуже. Вопрос в том, как сейчас поступит Москва. А вот дело в том, что здесь будет довольно страшная вещь. И тут тоже не нужно думать, будто тут надо быть каким-то нострадамовцем, чтобы это предсказать. Ведь давайте не будем забывать, что вчера стало известно, что казахская армия и полиция, они в народ-то стрелять отказались. Поэтому вопрос в том, как армия и полиция отреагируют на вторжение иностранных войск. Ну, во-первых, давайте мы не будем забывать, что в любом случае в российских солдатах будут видеть оккупантов. И потому что если казаки сопротивляют сейчас, то для сопротивления оккупантам у них будет огромный стимул. Вот в чем дело. И у меня мало сомнений в том, что часть военных Казахстана, они перейдут открыто на сторону сопротивления народа и будут открыто сопротивляться иностранным карателям. А кто-то будет помогать оружием. И таким образом это может получиться то же самое, что получилось в Украине. Но хуже-то, дорогие друзья, другое. Хуже то, что произойдет уже на территории России, а именно на территории моей родной Саратовской области. Дорогие друзья, я не случайно сейчас говорю о России. Вот я предлагаю вам посмотреть совершенно официальную статистику. Национальный состав Саратовской области. Вот как вы видите, казахов в данный момент на территории Саратовской области официально 76 тысяч человек. Это чуть больше 3% от населения. Казалось бы, ну совсем немного. Но я предлагаю вам не торопиться. 10 лет назад доцент Саратовского университета Светлана Уставщикова. Она опубликовала совершенно бессмысленное, казалось бы, научное исследование. Этнический состав населения Саратовской области. Ну, как говорила моя бабушка, автор это написал, потому что кушать хочется. На тот момент это исследование было совершенно бессмысленное. Из серии небо голубое, трава зеленая, вода мокрая, а лед холодный. Вот и все. Скорее всего, госпожа Уставщиковой из доцента УСГУ не хватало публикаций для диссертации. Но вот сейчас это исследование, оно обретает уже достаточно зловещий смысл. Вот давайте, друзья мои, мы перейдем на шестую страницу этого исследования. Вот на шестой странице этого исследования указано национальный состав Саратовской области по районам. Опа-на! Вот обратите внимание, в Алгайском районе казахи составляют более половины населения. Дорогие друзья, а вот сейчас я предлагаю вам посмотреть на карте, что это такое. Вот обычная гугл-карта. Обратите внимание, пожалуйста. Вот Алгай, Александровгайский район, на границе с Казахстаном. Всего-то ничего до моего родного Саратова. Но давайте мы не будем спешить и посмотрим дальше. Да, Алгайский район, это единственный район Саратской области, где казахи составляют большинство. Но давайте мы посмотрим, что в Балаковском районе, да, это второе по численности населения, вроде бы казахов немного, 3,9%. Но вот давайте посмотрим. Дергачевский район, 22% составляют казаки. Ершовский район, 15%. Идем дальше, смотрим. Вот обратите внимание, в Краснокутском районе 22%, 11% казахов в Марксовском районе, 18% этнических казахов в Азинском районе, столько же в Ровенском районе. 11% в Советском районе, 10% в Федоровском районе. Теперь поняли, о чем я веду речь? Я, как человек, который всю жизнь прожил в Саратове, могу сказать, вот я свидетельствую, никогда в Саратовской области серьезных межнациональных конфликтов не было. Бытовуху я не беру в расчет. А с участием казахов не было вообще. Но, как я уже сказал, вторжение иностранных войск на территорию сопредельного государства – это поселит безусловную ненависть. Ненависть к иностранным карателям. Вот в чем дело. Да, Владимир Путин, он великолепно, конечно, старается для того, чтобы окружить Российскую Федерацию теми, кто ее ненавидит. Да, я подписал обращение Конгресса интеллигенции. Конгресс интеллигенции против силового вмешательства. Я подписал этот документ. В связи с сообщением о том, что президент Казахстана Такаев обратился к главам государства ДКБ с просьбой о помощи в подавлении протестов, мы, ниже подписавшиеся, заявляем. Мы решительно против участия граждан России и силовых структур РФ в подавлении протестов в Казахстане. Второе. Мы считаем направление туда российских подразделений преступлением против народов России и Казахстана. Третье. Мы не хотим, чтобы наши сограждане погибали и убивали ради спасения дискредитировавших себя правителей. Четвертое. Участие российских силовиков в подавлении протестов неизбежно ухудшит положение русскоязычных граждан Казахстана, которые станут ответственным за имперскую политику российского руководства. Пятое. Российский политический режим поддерживал в Казахстане тот самый коррумпированный авторитарный режим, стремление избавиться от которого вывело на улицы городов Казахстана десятки тысяч людей. Поэтому российские войска никак не могут выступать там в качестве миротворцев. Шестое. Мы желаем народу Казахстана избавления от коррумпированной диктатуры и успеха в строительстве мирного и демократического Казахстана. Но это обращение, это всего лишь обращение. Как поступит Владимир Путин, я не знаю. Но знаю лишь то, что ввод российских карателей, не надо думать, что там АДКБ, это несколько стран, это будут российские каратели. Для того, чтобы они стреляли в Казахово, это будет катастрофа. Это означает с высокой долей вероятности, что уже и Саратовская область может превратиться в горячую точку. Как писал Александр Галич, граждане Отечества в опасности, наши танки на чужой земле. Это действительно так. Я напоминаю, что то, что сейчас происходит в Казахстане, это не дело России. Россия не имеет к этому ни малейшего отношения. Это дело самих казахов. Так вот, в данной ситуации все действительно висит на волоске. Я не могу сказать, как поступят в Кремле. А возобладает ли хоть малейший здравый смысл? Или будет по принципу, что брат не бросит брата, брат-диктатор не оставит своего брата в беде. Неважно, где это, Минск или Казахстан. Для этой публики, вот тут надо понять, что народ не имеет субъектности. Я об этом сто раз говорил. Объяснял. Мне бы очень не хотелось, чтобы к поясу ненависти прибавился бы еще и Казахстан. Но в этой ситуации хорошо точно не будет. Однако, я как всегда напоминаю, друзья, выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Нью-Рашворд. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok